Ньюгаме Какая-то экзистенциальная обредятина, поэтому я даже не буду это переводить. Ее просто даже если перевести, все равно получится обредятина. И приближаемся к какой-то... Ой, я нажимаю пробел. А, ясно. Надо было нажать на последнюю фразу, которая приводится как «ты не исключение». Насколько ты помнишь, тебя называли «он». Ты, в общем-то, короче, уверен в этом. Как и все остальные, ты называл землю своим домом. Но ты был не такой, как все. Ты провел свое детство. Кому не хиппи. Ты в стране, разорванной войной. И на слам. Я не знаю, что такое на слам. Ну, пусть будет в стране, разорванной войной. После войны Манила была не самым лучшим местом, чтобы растить ребенка. Твои родители вынуждены были продать дом в центре. Вы переехали в Калифорнию. Эти детские воспоминания, несмотря на их болезни, дают тебе некоторую безмятежность. Они для тебя хоть что-то значат. И ты, в общем-то, стараешься, чтобы так и осталось. Армстронг сделал шаг на Луну. И неожиданно все захотели быть частью чего-то большего. Ты был свидетелем того, как национальные штаты появились. Извини, откуда? О, к чему все это? А, люди, живущие на Луне, стали привилегированными гражданами. Они были меньшинством теми, кто путешествовал в космосе. Трудно было сопоставить современный мир с твоими ранними днями в Маниле. Объединенное правительство земли оплатило тебе колледж. Ты хотел сделать что-то особенное. Отплатить сообществу. Или посмотреть, на что похожа остальная часть Вселенной. Скоро ты присоединился к интернациональным транспортным космическим линиям. Как помощник полетного инженера. Ты провел годы, тренируясь, прежде чем, в общем-то, что-то получилось. Старик, который носил голубой, в общем-то, сивитер, пришел к тебе во время занятий твоих. Он представился как Курт Тейлор, президент ИТС. Схон, ты честь для меня наконец-то с вами встретиться, мистер Тейлор. Курт пригласил к свой офис и закрыл дверь. Он не предложил тебе сесть. А я все равно сел. Поэтому я тебя выбрал. Поэтому, говорит, я тебя выбрал. Люблю тех, кто хер знает кто. Короче, кому не нужны благодарности. Не нужно... Кто не отплачивает. Те такие люди, в общем-то, ничего не держат при себе. Он попросил вас стать частью миссии на Европу. Европа это, если что, спутник Юпитера. А, несмотря на стату из Ницше, ты соглашаешься. Ну, допустим. А долго еще вот этот вот текстовый квест будет? Что-то уже как-то... А, уже было 10 миссий на Европу. Новая называлась Европа-11. Гениально! В этот раз они хотели послать пилотируемый посадочный модуль на поверхность. И просто хотел быть счастью чего-то. В общем-то, существовать само по себе не проблема. Просто есть некоторые способы существования, несовместимые с другими. Мы одержимы ими и пропускаем в итоге все остальное. Ты прошел долгий путь с Манилы. Слушаем отчет до запуска. Страха не было, ты был готов к всему. Это было что-то другое. Одна мысль, в общем-то, терзала тебя. В сентябре... А, нет, наоборот. 6 сентября 2012 года человечество было объединенным, как никогда. Но ты, с другой стороны, был совершенно одним. Ну, а насчет того, чтобы строить отношения, находясь на расстоянии 390 миллионов миль от земли... Что ж... Не сказать, что это будет легко. Что это за байдек, который мы летим, я понять не могу. Ты был на пути к системному доку, когда корабль впервые вышел на орбиту Европы. Центральная сигнализация включилась. Красные огни тебя ослепили. Искусственный интеллект Европа-11 включил протокол... Красный протокол. А, весь персонал должен был отправиться к мостику. Но... Это тебя тоже касается. Второй вариант, но... Дверь... Буквально... В одном футе. В паре футов. От тебя. А, я пошел, короче. Ты увидел, как Джош из команды инженеров что-то делает на терминале перед дверями. Ну, что-то перед люком. И оно закрылось перед тобой. Возможно, это в осеннее учение. Искусственный интеллект корабля сказал, что путь к мостику небезопасен, и что нужно немедленно эвакуироваться. Это не было в протоколе. Пожалуйста, не спорь со мной. Мои приказы помогут тебе выжить. Ээээ... Ну, ладно. Я люблю жить. Наверное. Все оказались быстрее, чем ты. Только одна капсула осталась. Я заперся в ней и, в общем-то, отстрелился. Ты увидел, как остальные капсулы отлетают от Европы. 11. Ты пытался их поприветствовать. Но никто не ответил. Все остальные капсулы улетели... В общем-то, дрифтовали. Не подконтрольные. Неуправляемые. Они были пусты. В смысле? Попытаться связаться с Европой 11. Ну, что-то не получилось. Никакого ответа. Что-то заблокировало сигнал. Твоя капсула уходит с орбиты. В общем-то, по красному протоколу Искусственный интеллект Европа 11 должен был управлять всеми капсулами спасательными. Он должен был дать команде достаточно времени, чтобы они смогли забраться в костюмы в скафандре. Ну, экран покрасился в голубой. Значит, что Искусственный интеллект отломился, короче, сломался. Ты чувствуешь шок. Осколки всякие стучат по твоей капсуле. Миссия Европа 11 закончилась. Большая точка на радаре разделилась на сотни маленьких точек, прежде чем исчезнуть. Нужно некоторое время, чтобы подумать над этим. Послать сигнал SOS. Никто не ответил. Ты просто чувствуешь, что тебе не хватает солнечного света. Если никто не найдет тебя, тебе и батарея не понадобится. Циклы шли. Ты пытался восстановить связь с кем-либо, насвистая свои любимые песенки микрофон. И внезапно, однажды, одним днем, ты услышал ответ. Музыка из динамиков. Грустный женский голос пел о конце мира. Ты пытаешься включить радаром. Это был корабль космический. Экспериментальный туристический монстр из 80-х. Что он тут делает? О чем он поет? И стоит ли к нему стыковаться? Вот в чем вопрос. Но, в общем-то, выбора нет. Капец, 12 минут я просто читаю текст. Это какая-то странная игра. Я вспомнил, что я что-то слышал об этой игре. Мне вроде как придется общаться с местным искусственным интеллектом. И он странный. То есть у него какие-то свои там перепады настроения будут в зависимости от этого он там нам будет помогать или наоборот. Что-то такое. Ну, капец, конечно. Зачем делать катсцену в начале игры, если можно просто нахерачить буквы на экран. И я надеюсь, она грузится. подсказка Кайзен это компьютер, но у него есть чувства. Кайзен. Трату тебя? Да, спасибо, я в курсе, как ходить. Это моя посадочная капсула, да? Парашют. Ой, что-то такая резкая мышка, надо точнее помедленнее сделать. Управление с гейпады, кстати, не предусмотрено, потому что в игре, я так понимаю, нужно будет часто консольные команды отдавать на компьютерных терминалах. Все, оно резкая мышка. Оп, оп, видео я, по-моему, включал. А, 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 ну что ж, пойдем. То есть, в 80-е годы кто-то умудрился сделать гигантский космический корабль для путешествия хрен знает куда. Включить. Логин, Enter. Yes. Подключаемся к базе данных. Пользователь, новый пользователь создан. Добро пожаловать на борт. Мой аэрлок, мой шлюз, это твой шлюз. Аэрлок, плиз open aire. Ay, asio log А, какую дверь открыть? Да и хораль, ты быстро учишься Ну не первую же, явно Это прикольно на самом деле, что команды тут надо вводить ручками И нужно самому догадаться, что написать Типновато тут у вас А можно? Я буду вежливо к нему обращаться, потому что хер его знает Please turn on the light Много, больше света, короче, тебе обожжет глаза Ну там-то, хорошо Это невозможно Ну значит я скорее всего это что-то накосячил с водом, либо это не предназначено А, они сами включились Ну извините Ты когда-нибудь мечтал о дальних планетах, звездах? Готов к самому великолепному опыту в своей жизни? Корпорация ТС, лидер в транспорте Предлагает уникальную возможность исследования Вселенной А и того, сегодня мы запускаем программу Nautilus В общем-то, возможность летать на космических яхтах шикарных Прикоснуться к звездам Никакого компромисса, только Nautilus Короче, реклама Я вас понял, короче Воу-воу-воу-воу-воу Ну да, мечта 80-х годов Да даже не 80-х, а 60-х годов Ага, такое изучение Игра, я так понимаю, больше адвенчера, да? Тут что-то скрутили Кресло кто-то уто... А, оно упало, вот оно лежит Кресло не установлено Понятненькое Зло играет Понятненькое Гигантский телевизор, смотрите, старый Помните такие стояли? Ну, кто-то, наверное, помнит Кто-то не помнит Телевизор изумруд Ну что? Ой-ой-ой Тебе есть что сказать? Нет Нет Ай-ой-ой Не знаю Авертизмент Говорит, хочешь, заново переиграю эту рекламу? Нет. Отлично, говорит. Че тебе еще сказать? Кто ты? Я искусственный интеллект этого космического корабля. Как дела? Я немного испуган. Тебе все подконтролено? Да. И нет. Понятненько. Есть кто-то на борту помимо меня? Ясно, он меня не понял. Открою Д3. Нет. И че? Кайзен. По-моему, он мной недоволен. Ну и че? Извини, говорит. Но есть какая-то важная информация, которую ты не понял. Извини. Я кое-что должен сказать тебе. Say. Моя задача в присутствии интеллекта поддерживать человеков живыми, включая тебя. Ты ценишь мое стремление? Как я и говорил, я забыл тебе кое-что сказать. Что? Если хочешь, чтобы этот корабль вернул тебя на землю, ты должен помочь мне избавиться от драйва. Вот. Из... Семигулярный двигатель. Это базирующийся на гравитонах двигатель, который позволяет наутилусу прыгать через космос. Космос. Why? Ага. Они придумали систему безопасности для градационного двигателя. Он очень надежный, но любая... В общем-то, если он выйдет из строя, то создаст черную дыру. Ну, поэтому сегулярные двигатели чем-то неизвестны на земле с тех пор, как наутилус улетел. Ок. Не забывай. Двигатель. Он был нейтрализован с мостика наутилуса. Я приведу здесь домой. Ок. Если что-то произойдет не то с сегулярным движком, а он создаст черную дыру. Ок. Конец лекции. Я так и не понял. Он написал мне, типа, помочь мне избавиться от сегулярного движка, но... В смысле избавиться? Это вот это он? Ой. Где я? Ты в коридоре. Which one? Я отвечу на это, когда ты мне ответишь сначала. Я слышу. Похоже, дизайнеры взяли отпуск на недельку или на месяц. End. ИСП корпорация текущий директор Курт Тейлор. Ты знаешь Курта? ИС. Корпорация ИТС была построена вокруг идеи, что исследования космоса должны быть демократичными и доступными для всей земли, для всего населения. Ты должен это знать. I know that. Хорошо. Посмотри гостиную или типа того. Тут скотина. Ни хера себе это че было. Небольшая херня случилась. будь осторожен. Вот. Хэппенденд. Что случилось? Напала какая-то исследовательская группа, я так думаю. Повторю вопрос. Вот. Хэппенд. Что случилось? Если ты продолжишь говорить о своем корабле, наутилус в общем-то может воспринять о плохо. Следующая строку я шучу, наутилус просто кусок металла. What was that explosion? Что был за взрыв? Это не твой старый корабль? I don't think so. невероятно. Я думаю, что не было ошибки. Ужасно. Да. Отлично. Нет. Ладно, он не знает, что мне ответить. Явно. Вопрос, конечно, насколько разработчики заморочились в плане в плане того, как хорошо умеет искусственный интеллект распознавать речь и реагировать на нее. Ну, то есть, это тупо бот, фактически, но с определенными отклонениями явно. Кстати, обратите внимание на значок его, да? Это известная иллюзия, скажем так. Невозможная фигура. Ну, ладно. Open D4. Считаю, эта дверь как свидетельство моего доверия тебе. Я знаю, что ты подождешь, пока я не отремонтирую комнату. Ой. Типа, ты хочешь, чтобы я сюда не входил? В каком плане? Подожди. Тут вроде все ок. более или менее, по крайней мере. Понятно, это еда отсюда должна была поступать. Пластиковый контейнер. Что-то какая-то хрень включилась. Холодильник сломан. Здравствуйте. А вот и Юпитер. О, господи, что это за поршни двигаются там. Интересно, трубки еще живые? Сиди в этом сомневаюсь. Их нет. Вот и она. Жилая комната для тебя. Сюрприз не получился, но жилая комната теперь починена. А что с ней было? Пожалуйста, выключи музыку. Пианино играет все, что захочешь. Стоп. Интересно, ты настолько же умелый, как и Нанди в плане игры на пианино? Нет. Так, этот сломан. Какие-то катушки с фильмами. главно космический корабль, бороздящий просторы Большого театра, но при этом у них катушечные проекторы. Допустим. Пойдем дальше. Ничего интересного, по крайней мере, я не увидел здесь. А это что? Сканирование сетчатки. Перенесли записки на терминал. Электрическое устройство нераспознаваемо. Что там, подожди, пишут? Memory Location такое-то. А у меня есть какие-нибудь записи? Я не уверен. Найди глаз памяти. Так, первое. Case in Memory Access Profiler SH. Так, Profiler точка SH. Какие-то подсказки от предыдущих ребят? Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Введите адрес. 488 4E. А этот адрес содержит исполняемый файл. Да, запустить. Оп. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Что-то там коннектится. Надо, нужно найти глаз. Я не вижу его. Пока что, по крайней мере. А, вот. Или, мне кажется. Вот, по-моему, глаз. Нашел глаз. На хер он знает, что делать. И? А это странно. кучка записок. Я что-то сделал не так? Или недостаточно так? А вот. Оно каждый раз меня пугать будет. да, блин, я не знаю, что делать. должен ли я что-то еще делать или нет? Find eye memory. Ну, вот, глаз. Что мне тут такое дает? Европа. тут много еще можно. Столько всяких разных картиночек. А-а-а, я кажется, понял. нужно собрать глаз из кусочков. Во. Так, А получается. А-е. так, А-е. Еще один кусочек нам нужен. Так, это было Эл, да? А-е. собрал. Это было капча, наверное. Что происходит? Какая-то исполняемая программа, походу, дело загружается. Найдена, в общем-то, запись для сканера. Понятненько. Что-то мы намутили, похоже, искусственному интеллекту это не понравится. Добро пожаловать на Найдни. Такое ощущение, что здесь, знаете, в стиле Одиссеи 2011, 2011 или 2001, по-моему, где искусственный интеллект сошел с ума и народу пришлось выключать. Здесь, походу, дело этот чувак тоже повздорил с искусственным интеллектом. Final Frontier. Понятненько. А это что такое? Удаленно управляемая дверь. На ней высших капли воды. Конечно, прекрасно. Но и какие-то записи. Кто, видимо, писал книгу. Или что? Или распечатки. книги. Сумка собрана. Нанди, кто-то там из Африки. Наверное, компьютер стоит использовать. Ты далеко зашел, человек. Браво. Thank you. Спасибо. Да, пожалуйста. Кто из Нанди? Кто такой Нанди? Он был шефом инженеров ВТСС. Вот что с ним случилось? Баут Нанди. А, это она была. Она жила здесь. А сейчас? Я не очень понимаю, что ты хочешь слышать о Нанди. Где она? Она больше не на борту на Утилоса. Так что ее комната пустует. Еще раз. Где она? Хотелось бы мне сказать, что она в своей спальне, но ты можешь найти ее персональный лог. Еще раз. Где она? Она ушла. В смысле в прямом. Где она теперь? Короче, от нее ничего не осталось, кроме личных вещей и моих воспоминаний о ней. Ясно, короче. Не хочется наговорить. То есть это была еще и женщина. А где ее персональные записки? Я что-то найти не могу. Personal лог. Ну, прикольно вообще, надо сказать, игра построена. Вообще не с компьютером, а на оборе команд. Тушитель. патифун. Ничего больше мне сказать не хочешь? И пес с тобой. Ладно, не ощущаю больше, что мы можем сделать здесь. открой D7. Введите пароль. Понятно. Пароль у меня нет. Пойдем дальше. Раз долбан тут у вас. Стенные панели валяются. Так, а D6? Че? А, ну, open D6. Терминал не подсоединен к D6. Правильный возле двери лифта, но она отключена. Точнее, он отключен. Терминал сломан. Ну, а я тебе о чем говорю. How can I open D6? Ты не можешь D6 открыть отсюда. Иди к двери лифта, ты мубак. Лучше я тебе могу сказать. А куда дальше идти? Я что-то потерялся. Я не знаю, что делать дальше. какие-то записки. Может быть, конечно, почитать записки и найти код. Слушай, давайте попробуем спросить код у компьютера. Вдруг он нам ответит. Я не знаю. Мало ли. Это, кстати, путь к мостику, да? Open D7. Ой, D8. Ой. вот подожди. Вот D8. Пасворд. Квою пароль? Я могу только предложить посмотреть в округе. Ок. Это, конечно, интересно. Пустые коробки из-под инструментов и что я должен посмотреть. Спокойно. Ну, наверное, где-то можно найти его. да где? Так, может быть, у Нанди в комнате все-таки есть. Вот это, конечно, у меня парит, что D6 закрыта и нам его так просто не открыть. на что тут мы еще не посмотрели. Куча грязной одежды. Куча возможно чистой одежды. Оборванные обои. Что от нее? Ничего не осталось только. Какая-то дрень написана. чересная 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 где? Посмотри. Кайзен не уверен, что ты поняла организм. ты можешь либо продолжать спрашивать вопросы, либо можешь найти пароль и вернуться домой. Решай. Скотина. Коллекция Чайковского. Я честно не знаю, где я должен найти пароль. Может, конечно, где-то что-то написано. Коридор D5. я я вижу, но пока мне не по глазам. Грубый какой-то искусственный интеллект, честно. мудак. Опен все сами. Нанди чем-то не делилась со мной, но поищи в ее дневнике. Где он? Нанди держала важные вещи в холодильнике до тех пор, пока кто-то не заметил. Думаю, что в жилой комнате Лок может тебе помочь. Ок! И все так просто и не так быстро выясняется. А где тут Лок? Интересно. Что это такое? Книжки всякие. Интересно. О, господи, что там играет такое? Бульярд. Так, этот комп сломан. Холодильник. Ой, что-то все очень плохо. Даже пожрать нечего. вся вся еда пропала. Микроволновка запатентована в носа. Ну, что же, что же. если хочешь почитать лок на этом терминале просто проси меня и я открою. Open крылок. Хорошо. Файла нет, файла нет, файла нет. Запись 5 марта, 4 марта 87 года. открытой открытой коридорной двери бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Температура. Кто-то пришел пожрать, короче. Открытая коридорная запись. Запись разговора. а член экипажа 1 что ты имеешь ввиду карта стертая это никакого общего смысла не имеет член экипажа 2 я тебе говорю он просто повторяет это ты пробовал хакнуть его в общем-то пакер на разговора не получается он говорит что хочет спасти нас нет никакого там смысла я знаю и еще я получаю какую-то херню что ты меньше дул кренки бла-бла-бла-бла очень интересно нет нет постерта напрочь файла нет файла нет мне кажется у нас пытается обмануть компьютер какого черта нанди нанди где ты ты что делаешь почему твои записи в холодильнике я на них думал положил их надежное место о ей там на обложке запись к мостику парк мостиком это еще самое худшее в плане безопасности что я видел свою жизнь а не надо корта только изображать ага я забираю от собой нет не забираешь я положу это спальне закрыта дверь так лирик открывается вино хорошо пианино ясно ну вроде как спальне значит да спальне на обложке журнала и где я должен то искать в душе не чаю вообще играешь периодически фризит это не оно нет вроде книжки какие-то чё нанти исака не думаю что я не жал что она будет на столе если честно идея могу подвинуть кровать для тебя хорошо окей осторожно верь кровать двигается ты меня не пришибешь ты кровати надеюсь так а я знаю что круто ты были близки вопросы какие-то вычисления еще и виде не понял нет можно конечно курт это и есть пароль совершенно я чуть без понятия если играет дневник не в ванной комнате то я без понятия где он смысле в ванной комнате вот же в ванной комнате наверное не открыть open bath ой bad bathroom open bathroom хорошо прикольно мне нравится конечно с это как-то реализовано таким пола утом еще дает том числе туалет сломан книга какая-то херня клоуд де бюсси я помню слушай ты что прикалываешься за мной здесь нихера нет этот компьютер он издевается надо мной погоди говорит нет нет пароля нету погоди чей-то ой твою мать не надо я же здесь сдохну сейчас это мусор из моего разбитого корабля сюда летит охренеть ты можешь закроешь какой-нибудь щит поднимешь нет ой нет я не хочу умирать ой у меня включился скафандр твою мать я в космосе так нажмите пробежь чтобы стабилизироваться а 5 5 хватит эту музыку играть психованный компьютер так не сюда ха-ха-ха ты издеваешься да подожди да я хоть я увижу что-то я попечатаю серьезно открывай свой компик халлоу ойсайдер при этом говорит не знакомятся похоже нас друг друга не представили халлоу халлоу айм вечер я думаю что вечер умер но если ты настолько удачлив то хорошо докажи мне что текущий юнит не ошибается open чё там d10 д10 в смысле чё тебе надо от меня вот ту ю вон чё ты хочешь а как тебя зовут казен а читать ты умеешь халлоу н казалла мне с а куда я Я чуть не сдох Он меня, блин, просит команды вводить Скотина Загадки решать А, то есть я еще должен открывать-закрывать дверь, да? Клосс Д10, придурок Несколько секунд И все будет хорошо Ну да, если бы я сам не подписал эту команду Ты бы меня здесь и убил Хорошо быть живым, не так ли? Сейчас Включить давление Включена гравитация Печально Так Open Д11 Хорошая идея Да ладно Ого, целая оранжерия Деревянный настил Эта штука валяется Какой-то дрон Следовательский зонт, в смысле Так, есть Д12, а есть Д13, которые уже открыты Мне не очень хочется общаться с этим мудаком Электрическим Поэтому Пока полазим Ну, хотя, боюсь, здесь ничего нет Что это Что это Какие оригами кто-то собирал Ну, правильно Чем еще заняться на космическом корабле Мертвое растение Понятно Смотри Смотри-ка, приеме Но больше тут, похоже, ничего не найти Жаль-ка Или найти Эликспруб Так, а чтобы сюда попасть Нам нужно опять Скан сетчатки Понятненько Так, а это Видимо, лифт Или аэродинамическая труба Что-то такое Похоже на аэродинамическую трубу Если честно Так, подожди Какие-то записи Тут вычисление О, прочность И Стекла Наутилуса Наутилус, кстати, нарисована Стандартная, видите Схема реактивного движения Причем тут Прочность стекла И без понятия Тут изображение того, как Зонт Хеликс Разбивает окно И как получилось Разбить окно-то Чуть Оригами О Еще какие-то записки Вычисления Столкновения Стекла И Силы Там Необходимы для этого Видимо, кто-то пытался Запустить Этим Зондом стекло И разбить его Но то ли что-то не получилось То ли чего У У Сартижи Добро пожаловать в сад Дружище Хочешь, чтобы я включил свет Ну, давай включи Хорошо Сыто Кое-что важное сказать Ты будешь Злиться на меня Нет Хорошо Я хотел поговорить Об Анелле Джонсон Запомню это имя Ты никогда не встретишь человека Более жестокого, чем она Почему? Ты думаешь, что я знаю все? Нет Хорошо Кто Такая Ой Анелле Анелл Джонсон Она была здесь некоторое время Где она теперь? Ее Желаю Спальня за дверью Д12 Или Окном Если ты снаружи Понятно То есть Дверь Д12 Мы не откроем, скорее Если Опен Д12 Не получится Кайзен Очень жаль Партнер Но Дверь так не открыть Нужно найти другой путь Скажи мне Если тебе нужна помощь Да я уже догадался Что нужно выйти в космос Залететь Через окно Которое Она разбила Дроном Я не очень понял Наферна Но видимо Так ей было веселье Либо она пыталась Сбежать Отсюда Что тоже вполне вероятно Ну что ж Я думаю Мы закончим С вами На сегодня И так уже целый час Записываем Возможно Я еще поиграю В эту игру Мне по крайней мере Интересно Достаточно Потому что Необычно Необычно Типичный геймплей Есть определенная тайна Главное Чтобы это не надоело И не вылилось Какую нибудь Банальность По крайней мере Пока что Все задачки Были достаточно простыми Ну в том плане Что постоянно Если я затупливал Компьютер Мне помогал Вопрос в том Конечно Что будет в итоге Есть ли здесь Допустим Разные Концовки Вот С вами был Ведьмак Спасибо что смотрели Подписывайтесь Комментируйте Оценивайте Приходите Смотрите Еще Всем пока